Создаем будущее вместе. В России завершился основной этап переписи населения. За месяц переписчики Морел обошли все дома республики. Большую роль сыграла сознательность жителей региона. С первых дней переписи они активно заявляли о себе на сайте госуслуги и на стационарных участках. Теперь в ближайшие несколько месяцев специалисты будут обрабатывать собранные данные. Результаты переписи будут публиковаться в течение всего следующего года. Каждый пятый житель Морел прошел перепись дистанционно. Способ оказался удобным, особенно для горожан. Тем не менее, многие переписывались и дома, преимущественно сельчане. В деревне Ятманово Медведевского района 45 дворов. Светлану Петухову здесь знают многие. Она сама родом из этого поселения, поэтому с доверием проблем не возникло. Однако есть в регионе и те, кто переписаться категорически отказался. Данные о них были взяты из административных ресурсов. Сейчас мы переходим ко второму этапу. Второй этап – это уже работа с полученными данными. Хочу напомнить, что вот эта перепись, она была у нас первая цифровая перепись, в отличие от предыдущих переписей. Переписчики у нас работали на планшетах. То есть это в какой-то мере планшеты себя показали очень хорошо в работе. Ну и переписчикам, конечно, было облегчение. Охотно переписывались жители Морел и на стационарных участках. В их работе были задействованы волонтеры, которые помогали разобраться с компьютером и отвечали на вопросы. В анкете было 33 вопроса. Две трети из них связаны с социально-демографическим направлением. Остальные посвящены условиям проживания. Сейчас в Росстате началась масштабная работа с цифрами. Первые оперативные данные станут известны в ближайшее время. Предварительные итоги озвучат в апреле. Информацию об образовании, гражданстве и национальности опубликуют только осенью. Одна из главных задач Всероссийской переписи населения – получить данные о демографических, экономических и социальных сферах страны. В дальнейшем их используют для разработки федеральных и региональных программ. Хотелось бы в нашем частном секторе немного улучшить дороги. Детки добираются пешком по частному сектору до 12-й школы, до 40-го садика. Очень тяжело. У нас еще нет центральной канализации, детской площадки. Поэтому перепись населения, надеюсь, поможет нам хотя бы немножко дать понять государству нашему о том, что у нас вот такие вот есть насущные, живые проблемы. Более 1200 переписчиков за один месяц обошли практически все дома Мариел. Помогли специалистам студенты и волонтеры. Росстат объявил о переписи более 100% россиян. Данные содержат погрешности, связанные с неудачными попытками переписаться самостоятельно через портал госуслуги. Если попытка была, эта попытка была, она уже зафиксирована. То есть он считался, как бы вот прошел перепись там. И поэтому действительно дубли есть. Вот сейчас, в настоящий момент, эти сверки, они идут. Но сверки они идут как? Они не в ручном режиме идут. Сверки идут они в автоматическом режиме и в тех базах, которые вот в Росстате существуют. Базы информационные. И вот сейчас там эти сверки идут. Первая цифровая и последняя бумажная. Такой 12-я перепись населения останется в истории России. Подготовка к ней началась еще в 2019 году и намечалась на октябрь 2020. Но из-за эпид-обстановки в связи с коронавирусом компанию провели только в этом году. Переписчики каждую неделю проходили ПЦР-тестирование на ковид. И по официальным данным, ни один специалист не заразился опасным вирусом. Следующая перепись пройдет через 10 лет. И, возможно, данные вновь будут собираться в новом формате. А в каком – покажет время.